В этом видео мы проберемся как можно ближе к реактору Чернобыльской атомной станции и найдем множество интересного Целую технику, графитовый блок, кладбище автобусов, заброшенную нефтебазу и радиоактивные гаражи Это будет интересно Мы подошли к какому-то то ли могильнику, то ли кладбищу, технике Ой-ой-ой, это же графитовый стержень, нифига себе Нет, это не использовано Тут вот общая радиация, там стержень Сильно большая, да, видишь? То есть такие же используются и в атомных реакторах Графит нужен для того, чтобы замедлять нейтроны и тем самым разгонять ядерную реакцию Но это не использовано Если бы он был использованный, тут бы уже были сотни рентген-фонов Да, сотни рентген-фонов, если бы он был с четвертого энергоблока разрушенного Мне интересно, что он пишет А рядышком вон какие-то автобусы Автобус, по-моему, ЛАЗ Почти полностью разобранный Вот видите, какой автобус Вообще много техники лежит здесь различные Скорее всего она вся загрязнена была, поэтому ее здесь и кинули Вот, друзья, мы дошли до какого-то кладбища автобусов ЛАЗ, судя по всему Естественно, все ценные с них снято О, ну радиация хоть поменьше уже стала 500 микрорентген в час Баранка сохранилась Честно говоря, затрудняюсь ответить, чем именно эти автобусы здесь занимались Я думаю, что они работали именно непосредственно в зоне уже после аварии Просто развозили рабочих Кто работал внутри зоны Вряд ли это те автобусы, которые эвакуировали людей из Припяти Автобусы, которые эвакуировали людей Они как раз выехали из автобуса парка номер 7 в Киеве Выехала вот такая вот череда И вот был в сериале кадр, как автобусы едут через набережную Киевского моря Вот это все автобусы оттуда выехали Потом людей они все поразвозили Вернулись обратно в автобусный парк Их там помыли, почистили И они еще долго курсировали по Киеву Развозили людей Ну тут тоже трудно сказать, фонит именно автобус или нет Да, там охрана, я знаю Да, кстати, мы так нагло себя ведем Здесь реально охрана есть Но, честно говоря, мы чисто с экскурсионной целью Вот, смотрите, бетоновоз Кстати, такой на могильнике буряковка очень сильно фонящий есть Но этот условно чистый, я не знаю Это, скорее всего, от земли фон идет Сам металл может быть даже чистый Будем скоро уходить отсюда Ну что ж, в каких-то считанных метрах от Чернобыльского атомного реактора Мы нашли залаз на вот эту территорию с резервуарами Что там, Волг, нормально залазить? Да, сейчас залезу Да, сейчас залезу Мне интересно, есть ли здесь охрана Я надеюсь, что нету Ну хотя кто-то здесь заваливает эти залазы Значит, все-таки есть Вот, там мы оставили свои рюкзаки И сейчас я буду залазить Еще с нами собаки, кстати Ну что, друзья, мы на территории уже нефтебазы чернобыльской Возле чернобыльского реактора Я здесь первый раз И мне реально интересно, что здесь Это большая территория с большими резервуарами такими Сейчас мы и проверим, что здесь И также здесь еще может быть охрана Так что нам может потребуется сейчас убегать А забор высокий Его надо очень будет быстро перепрыгивать Если какой-то палево Вот, смотри, какая заправочка старинная Видите? В рублях еще В российских Ну, в советских смысле рублях Видите? Количество литров Вот, это была автозаправочная станция Вижу большие надписи Не курить Естественно, вот то, что здесь Можно было очень сильно взлететь на воздух При любом При любой искре Особенно в жаркую погоду Вот, видите, какие заправочные станции Ого, ребят, там кразы стоят Грузовики Какое-то здание И сюда, кстати, свет проведен Вполне может оказаться, что где здесь стоит охрана А? Опломбировано И территория закрыта Опломбировано? Да, запломбировано Обалдеть Здесь охранник Потому что там территория закрыта снаружи Ой, 4, за 3 территории Там же мог быть Здесь, смотрите, смотрите Ну, если охранник здесь есть Провод натянут Кто-то натянул Видите, сигнал такой? Типа, чтобы знать, если кто-то заходил Видишь, сигнал так Офигеть, ну, смотри Офигеть, какие старые бензовозы стоят Вон там Обалдеть, кразы Ну, там охрана может быть Там может охрана быть Офигеть, вообще Кстати, надо еще радиацию А, по радиации у нас, кстати Ну, превышение небольшое Вот, видите, знак радиации Офигеть, они вообще в таком состоянии Классно Эти краски Посмотрите внутри Все целое Приборка, педали Двигатель на месте, друзья Видите? Офигеть Я такого с охраной еще не видел По технике Обалдеть, ребят Смотрите, какие резервуары И тут до сих пор, кстати, пахнет бензином Или нефтью Они уже, конечно же, не рабочие Эти резервуары Но, видно, они до сих пор на балансе числятся Обалдеть, вообще Ребята там остались Я, конечно, отсюда ушел Потому что я подозреваю, что скоро будет погонь Потому как эта территория, ну, 100% под охраной Ну что, друзья Я переключил свою камеру уже на GoPro В предвкушении просто погони Потому как территория, ну, явно под охраной Раскиданы кабеля на прожекторы по бокам территории Территория ограждена бетонным завором С колючей проволокой Вот Ну, я планирую Осмотреть одну из этих резервуаров И попробовать туда даже забраться Рузыки мы оставили за территорией Не знаю, что из этого получится Мы очень рискуем сейчас Потому как Вполне вероятно, что Кого-то из нас или нас всех даже поймают А, вон волк Походу, все нормально В агоне нет Ну, я там явно видел серый домик Который очень обживым выглядит Если там нет охраны Это просто чудо какое-то Радиация у нас 300 микрорентген При норме до 30 А что на нем написано Мин 250 На лифт 13 Слив 69 Огромнейший резервуар такой Так, ну что Попробуем забраться Наверх Так Так, интересно Насколько фонятся Ами бочки Не сильно 250 Микрорентген Возможно даже Эта нефтебаза работала Еще после аварии Четких данных у меня нету Можете меня поправить В комментарии А мы вот там вот ходили На гараже Ух ты Станцию видно Смотрите, какой вид Первый раз такого вида Вообще смотрю У нас чернобыльскую станцию Ага Сверху у нас такая площадка Да Ну и сверху Что мы можем видеть Тут какой-то щиток был Скорее всего Электрический Да, вот Подавалось электричество Для чего именно Ну, честно говоря Не знаю Самому интересно Вот Сколько у нас таких Три Пять резервуаров Территория реально Огромная Реально хочется Вообще все здесь Обойти Так, все Буду спускаться Потому что Если какой-то палевый Я просто не успею Убежать Не, ничего Так, ну что Вот наш вылаз Его, наверное, заделают Ну что, удачно Но реально хочется Не запалиться Хочется остаться Незамеченным Да, все окей Смотрите, детский велик Какой Красуется здесь Среди песков Итак, друзья Приходим мы С вами В еще один Гаражный кооператив Название его Ни на каких картах Я не нашел Находится оно Прямо возле Семехотского кладбища И возле Самого радиоактивного Могильника В Чернобыльской зоне Это Это могильник Подлесный Ну, собственно Радиация здесь Повышена С самого порога Вот Нам интересно Посмотреть Что же в этих гаражах По наши дни Сохранилось Я здесь Первый раз Поэтому Мне Очень интересно Итак Вот первый Гараж Здесь У нас Строительная Каска Видите ли Как Радиация В гараже Больше Чем на улице Полтора Миллирентгена В час Полтора Тысячи Микрорентгена Следующий Гараж Следующий Гараж Уже Более Серьезный С ямой Здесь Можно было Чинить Автомобили Вот Сюда Можно было Загнать Автомобиль Спуститься И Чинить Довольно Большой Гараж Можно было Две Два Запорожца Например Вместить Ой-ой-ой Друзья Смотрите Тут мотоциклы Покореженные То есть Они были Абсолютно Целые Видите Колесо На месте Перья Рама Их просто Расплющили Какой-то Тяжелой Техникой Скорее Всего Инженерные Машины Разграждения И прямо Здесь Оставили Видите Но это И не Странно Потому что Радиация Здесь 1200 Микрорентген В час При норме В 30 Вот Видите Ну непонятно Это от мотоцикла Или это от земли Скорее всего От земли Или вместе От земли От мотоцикла Вот так вот Собственно Технику По крайней мере Мотоциклетную Расплющивали Тяжелой техникой И Она здесь Оставалась Гнить Навсегда Расплющивали Ее для того Чтобы ее Не воровали Мародеры А Мародерили Мародерили В те годы Практически все И те Кто нелегально Здесь был И те Кто легально Здесь работал В конце 80-х Вот Начало 90-х Вот Время развала Советского Союза Это Это было Время Просто Мародерства Здесь Вот Так же поступали И с автомобилями Так же поступали И с автомобилями То есть Те Машины А у жителей Припяти Было Ну Прилично Машин На то время Автомобили Эти практически Все были Загрязнены Радиацией То есть Конечно же Делали какой-то Радиационный контроль И Радиологический Те которые Были чистые И их Наверное Использовали Здесь Внутри зоны А которые Были грязные Они сразу же Пошли на захоронение То есть Закручивали И закапывали Для того чтобы Нельзя было их продать И нельзя было Снять и продать Детали с этих машин Ну а мы идем дальше Посмотрим Что дальше В гаражах Здесь находится А вот Кстати то О чем я и говорил Вот автомобиль Честно говоря Даже тяжело Опознать Какой марки Возможно Кто-то по каким-то Запчастям Видит Что это за машина Можете в комментарии Написать Я пока не могу Опознать Естественно Скорее всего Либо это Жигули Либо Москвич Какой-то Судя по всему Судя по дверям Видите Вот она Вся расплющенная То есть Если этот автомобиль Был в этих гаражах Конечно же Он был загрязнен Потому что Тут по сей день Радиация Ну просто жесть 3,5 милирентгена В час 3,5 тысячи Микрорентген В час При норме В 30 Вот Вот Если здесь Сейчас Вот Если здесь сейчас такая радиация Они были Они были очень загрязнены Они загрязнены На самом деле И по сей день Как вы видите То есть Находиться здесь Даже сейчас Более часа Это уже Ну нежелательно Такое делать Поэтому мы Быстренько Смотрим И сматываемся Отсюда Вот тоже Видите Настолько Разломали Этот автомобиль Что его Даже опознать Тяжело Это самые Радиоактивные Гаражи В Припяти В Чернобыльской Зоне Вот Видите Сколько всего Было здесь Гаражи Такие В которых Можно было Не знаю Поставить диванчик И даже Какое-то Время пожить Но в собачках Тоже Ничего не подозревая Радиации Просто вот так Гуляют По зоне По Припяти Скоро уже Весна Друзья Скоро будет Хорошо Тепло И радостно Весна Это всегда Приятное время Природа Будет Пробуждаться Вот Бак Отков Там Доступ От Какого Именно Не знаю Ну Честно говоря Автомобили Которые В Припяти Остались Которые Были Расплющены Они Не настолько Сильно Не настолько Нещадно Были Сломаны Как эти Вот эти Сразу Видно Что их Ломали Для того Чтобы Полностью Полностью Чтоб Ниакую Деталюшечку Не сняли И не могли Потом Продать А вот Это Видно Что это Москвич Согласитесь Друзья По радиатору По фаре Сразу Видно Что это Был Москвич Ну И радиация Здесь Тоже Ниже Тысячи По гаражам Не падают По этим Это Конечно же Место Опасно Волк А ты Боишься Радиации Тут Больше Тысяч Везде Вон Тут Три Споловиной Но Смотри Если Честно Я не накоплю Столько Радиации Чтобы Умереть Или Чем-то Заболеть Это То же Самое Может Даже На самолете Больше Радиации Ну Да На самолете Тоже Когда летишь Облучаешься Даже Если взять Дозиметр В самолет Можете Попробовать То У вас Будет Превышение Там 200-300 Микрорентген Это Точно Будет Плюс Еще Длительное Время Три Часа Лететь Можешь Там Больше Люди Некоторые Перелеты Делают Практически Раз Два Раз В Неделю И Раз В Неделю И так Далее Поэтому Поверьте Тут В принципе Даже Если Тысяча То Я думаю Что Мы Не умрем От этого В любом Суть Да Мы Тоже Гуляем Тут Раз Два Месяца Осталось Множество Болтов Все Пржавевшее Это Банка С Солидолом Множество Вещей Лежит Вон Таз Сапоги Еще Одно Подземелье Кстати Видите Подвальчик Такой Был Довольно Интересные Места Особенно Здесь Я думаю Интересно Было Году Так В 90 Спустя Несколько Лет После Аварии Я думаю Что Некоторые Гаражи Здесь Даже Были Закрыты И Внутри Были С техникой Не Обязательно Там С Автомобилями Конечно С Мотоциклами Но Там Запчасти Различные Я думаю Что Еще Оставались Естественно Через Эти Гаражи Вообще Через Сезону Прошли Несколько Волн Мародерства И Самое Ценное Еще Ну что ж Ребят Мы в Припяти В Чернобыльской Зоне Зашли В город Снова Но Сейчас Мы просто Ищем Абсолютно Рандомную Хату Любую Квартиру Просто Там Остановиться И что-нибудь Перекусить Потому что Уже просто Не в силу Идти дальше Очень тяжело Уже в Припяти Сейчас В 2022 Году Практически Нереально Просто Считанные Квартиры Ну может квартиры Не знаю Что осталось На город Который Сухо Давайте сюда Подъезд протекает Тут просто Лед Можно склеить Видите Абсолютно Пустая квартирка На самом деле Промерзала Да Капец Все запомнили Да не Не все Просто пустые Просто Просто Пустые Хаты Кухонька Видите Да ну Слушай Давай где-то Присядем Просто Да На первом этаже Потому что Если первый этаж Пиздец Второй Третий Будет Хуже Зимняя Красота Припяти Да Ага Не На самом деле Прикольно Разгиднелось Так Я бы еще Нескодней Здесь остался Правда Если бы Обогреватель Какой-то Был Ой Видишь Влад Показывает Что Там Какой-то Палево Машина Машина Да Прячемся Ну Скорее всего Чипа бус Экскурсион Да А может и нет Не знаю Ну Скорее всего Экскурсия Помчал Такой Тоже Тоже Наверное Кушать Поехали В Соловку Да Ну Либо На выезд Водоз Проверяет Обстановку Так Ну что Попробуем Наверное В этом доме Найти Тут Тут Есть Вход По-моему Да Ох Кстати Подъезд Выглядит Более-менее Неплохо Подъезд Вроде Более-менее Выглядит Тут Видно Сразу Что Какие-то Столкера Станавливались Делали Себе Бахилы Из Подручных Средств Бахилы Ноги А Точно Видно Вход Что Возможно Здесь Даже Хата Как-то Есть Что Нашли Мы Вот Такой Апартамент Для Припяти Это Нормально Как бы Сейчас В 22 Году Да Кто-то Рисовал Моход Кумбалер Я тебя Люблю Ненавижу Да Интересно Располагаться Жил До Аварии Конечно Вообще Класс А сейчас У кого-то Есть? Давай Так вот Идет готовочка Чая Поставил Водичку Сам Буду Делать Бутерброды С лавашом Потому Что Я уже Умираю От Голода Я беру Такой Лаваш Сыр И мясную Нарезку И Ему Такой Лаваш Бутерброд Тут Будет Готовиться Чаек Все Бутерброд Съеден И остался Еще Вот такой Сникерс С чаечком Вообще Супер Сейчас Пойдет Не Кто Что Вообще Семечки Чисто Ест Конечно Бутерброд Вегетарианскую Пищу Булгурчик Кашка Теплая Порядочная Сил Да Отлично Блин Вот это Мы погуляли Да А ты Тоже Семечки Хорош Экономите Газовая Станция Распределитель Блин Непонятно Почему Газом До сих пор Рвняет Я Звучит Может там остатки Поставались в трубах Ну да Вряд ли Это действует Ну как сказать Очень долгое время Достатки Сотни лет Идем мимо Пожарной части Вот Она была Рабочая Аж до 96 Года Работала Еще После аварии Да Ну что На выход Идем Будем Покидать Припять В который Раз Красота Развиднилась На небе Как раз Пока мы Выходим Из города Идти Нам Где-то 42 километра До выхода Я думаю Что за ночь Справимся Ночи Сейчас Длинная В этот раз Хватит Главное По следам Не запалили Как обычно Обалдеть Нашли закат Просто сейчас В зоне Полнолуние Ну была Вчера Как-то Как обычно Грустно Покидать Припять Но Нужно Идти Домой Дома Только Уже Чипированы Наша Начала Гавкать На них А потом Они подружились Смотрите Еще один Пришел Рыжий Или это Девочка Я не знаю Ребят Кстати Как нам Называть Нашу Вот эту Собаку Чернобел Из Припяти Пишите В комментарии Так Ладно Пора двигаться Перед выходом Уже Из Припяти И Перед путем Обратно Зашли В одно Здание Которое Я раньше Наблюдал Но не заходил Сюда Внутрь И зря Смотрите Что здесь Наст Это было Походу Одно Из жилищ Мародеров Так называемых Металлиста Вот Мы можем Видеть Их Обуз И даже Компьютер Друзья У них Здесь был Видите Нифига себе Тут даже Материнская Плата Сохранилась Посмотрите Шлейф Оперативную Память Уже Вытащили Конечно Вот Видите Клопик Диск Остался Вот Это Пентиум 4 Был Видите Асусовская Материнка Так что Так вот Бывает Дорогие Друзья Даже Даже Вот такие Находки Припяти Есть Вот Представляете Вон у них Электрочайник Тут был Ну было Электричество Подведено Видите Рисунки Детские Не знаю Это или С детского Садика Они позабирали Здесь жили Вот конкретно Металисты Это очевидно Мародеры Так называемые Вот у них Стол Был Видите Кофеек Себе заваривали И здесь Было Огромное Помещение Тут Плитка Для готовки Еды Скорее всего Тут кровати Стояли Тут они Спали Все вещи Естественно С припятских Квартир Сюда Пронесли Все Друзья Дальше Уже Будет Темно Снимать Уже Будет Невозможно И поэтому Следующий Кадр Уже Сделаю Когда У нас Будет Какая-то Остановка Более Менее На Долгое Время Так что Все Мы Отправляемся На Выход У нас Долгий Путь Сегодня Но У нас Уже Легкие Рюкзаки Поэтому Я думаю Что Мы Очень Быстро Его Преодолеем Все Дорогие Друзья Вон КПП Основное Чернобыльской Зоны Мы Благополучно Выбрались Все нормально Все хорошо Честно говоря Не знаю Что сказать Сил Просто Уже На Полном Исходе Мы Шли Всю Ночь Вот Уже Рассвет Скоро Просто Ждем Такси И Уезжаем Домой И Через Некоторое Время Снова Сюда Возвращаемся Всем Спасибо Друзья За Просмотр Подписывайтесь На Ребят Ссылочки В описании Всем пока Друзья Продолжение следует